Всем привет, с меня Виолетта, и в этом видео покажу вам топ 5 своих самых дешевых, а также 5 самых дорогих раскрасок в коллекции. Хочу сказать, что многие раскраски мне кто-то подарил, многие раскраски я покупала с скидками, с баллами, за сертификаты и так далее, то есть их цена вышла мне в ноль. Но в этот топ я внесла только те раскраски, которые я покупала. Самые дешевые раскраски стоят меньше 50 рублей, самые дорогие раскраски стоят больше 1000 рублей или по-моему там 13 евро, так как в основном мои дорогие раскраски были за границей куплены. Вообще в принципе все мои дорогие раскраски это зарубежные раскраски. Начать я хочу именно с дешевых, и двигаться мы будем от самой дорогой из дешевых к самой дешевой. Первая раскрасочка в нашем видео это дудла, она стоила 46 рублей, я ее покупала на лабиринте. Не могу сказать, что она мне нравится сейчас, в принципе цена наверное адекватная, но сейчас бы я уже не купила даже за эту стоимость. На втором месте идет раскраска цветное настроение, она стоила 36 рублей, я ее покупала на озоне. Мне она нравится, я могу сказать, что 36 рублей определенно адекватная за нее цена, и почему бы ее и не купить. То есть здесь у меня сегодня работа, но раскраска хорошая. Это все серии раскраски за 5 минут, поэтому они недорогие, логично. Дальше будет немножко поинтереснее. Так, подвину. Третье место это раскраска АСТ Ветер перемен, я ее покупала на сайте Бук24, и она стоила 30 рублей. Вот здесь все картинки разворотами идут, у меня два разворота готовы. Но она мне не особо нравится, то есть это не прям восторг, но я подумала, что за 30 рублей почему бы ее не купить. Вообще много раскрасок этой серии были с акциями, скидками, но я покупала их дороже. То есть потом был момент, когда их можно было купить там за 20-30 рублей. Сейчас уже не знаю. Получается второе место по дешевизне. Это арт-йога, она стоила 85 рублей, но ее произошла, в общем, оценка. И я купила за 25 рублей эту раскраску. Это просто типичный выпуск арт-йоги. Я не знаю, вследствие чего была скидка. То есть сама раскраска не повреждена, не запачкана, не измята, с ней все было хорошо. Может быть, просто так было нужно. И первое место и самая дешевая раскраска в моей коллекции. Это мандалы хирала, она стоила 23 рубля. Вот здесь получаются такие довольно простые мандалы. И симпатичные яички под названием хирала. Ну и теперь переходим к самому интересному. Это мои самые дорогие раскраски. Пойдем от пятого места к первому. То есть сначала более дешевые, потом самые дорогие. Раскраска Изабель Аленде. Из Испании я ее покупала за 14 евро 90 центов. Здесь вообще должна... А, нет, я, по-моему, вытащила уже. Закладочку. Там была в комплекте закладка. Она прошита, кстати, эта раскраска. Потому что я думаю, что она проклеена. Ну такая неплохая раскраска. Я бы не сказала, что она стоит своей цены. Но мне она понравилась. Я подумала, что не факт, что когда-нибудь в жизни я смогу ее еще раз купить. Поэтому приобрела тогда, не упустив свой шанс, скажем так. Четвертое место. Раскраска, которую меня привезла подруга с Кипром. Но я за нее платила. Она стоила 14 евро 99 центов. Это Гарри Поттер магические артефакты. И вот эта раскраска уже на склейке. Что бы вы могли подумать. Это четвертая часть Гарри Поттера. У нас в России ее нет. Здесь, как обычно, идут цветные вкладыши. Такая работа у меня здесь раскрашена. Простая. И вот такая. Еще, в общем, мне не нравится. Плохо вышло. Но раскраска хорошая. Раскраска классная. Получается чуть больше 1000 рублей. Если приводить. Наверное, все-таки я не жалею, что я купила. Мне она нравится. Далее. Две раскраски. Они идут одной стоимости. 1800 рублей. Это Ботаникум и Сакур у Согнер. Эмили Оберг и Марии Тролли. Мне больше нравится Эмили Оберг. Это была... Нет, это была уже ее вторая раскраска. Одной коллекции. Их всего две, насколько я знаю. Если не считай там какие-нибудь открытки. И так далее. Здесь достаточно много у меня работ. Обычно у меня меньше. В каждой раскраске. Сравнительно новой. Но Эмили я очень люблю. Поэтому ее раскраски стараюсь не обделять вниманием. И Ботаникум... Это интересно, раскраска Малитролля. Могу сказать так. У меня, по-моему, только две работы здесь сделаны. А, нет, даже три. Это не очень удачная. Сейчас готовится переиздание Ботаникума для американского рынка. И там будет, по-моему, шесть дополнительных картинок. Которых нет в этой книжке. Но все остальные иллюстрации будут, как здесь. Ну и первое место. Заслуженное, как я считаю. Раскраска Марии Тролли. Вивищет друзей. У меня это в голландском издании. Поэтому она стоит дороже. Ботаникум в шведском издании. Также у меня есть русское и английское издания. Марии Тролли. То есть, в принципе, по-моему, все виды. Хотя нет, мне кажется, наверное, все-таки что-то еще. Что-то еще, наверное, все-таки было. Какая-то страна. В общем, ладно. Вивищи друзей. Это, наверное, одна из самых милых раскрасок у Марии Тролли. Но мне она не скажу, что супер-мега нравится. Моя любимая часть, это, наверное, как раз-таки флора. Здесь бумага, она прекрасная, превосходная. Но карандашами мне здесь тяжело раскрашивать. Зато акварель вот хорошо ложится. Даже не ведет бумагу вообще. То есть, она очень плотная. Такая вот книжечка. Получается, она у меня самая дорогая. И самая дешевая это мандалы и хиралы. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была я, Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.